Харуки мураками, страна чудес без тормозов и конец света. Я купила эту книгу случайно давно, она написана в середине 80-х 20-го века. И автор страшно популярен во всем мире, но в России его популярность имеет такую специальную природу. Давайте я прочитаю кусочек, что сам автор говорит о работе над романом. Читая роман, вы заметите, что он состоит из двух отдельных историй. Они происходят в совершенно разных местах и развиваются по различным канонам, но под конец органично сплетаются в одно целое. Каким образом они пересекаются и чем объединены, читателю не должно быть понятно, пока он не доберется до конца книги. Загвоздка, и уверяю вас, очень серьезная, состояла в том, что я и сам понятия не имел, как эти две истории увязать. Но я решил не унывать. Я подумал, ладно, будь что будет, и начал сочинять на ходу. Как вы, наверное, знаете, оптимизм – необъемлемая часть писательской натуры. Проще говоря, вполне возможно, что конец света я писал правым полушарием мозга, а стороной чудес – левым. Или, скажем, наоборот, неважно. Так или иначе, я разделил свой мозг, сознание, если угодно, на две части и писал две разные истории. Должен признаться, ощущение было замечательное. Например, сочиняя «Конец света», я плавал в фантазиях своего правого мозга. Там очень тихий мир. В маленьком городе, обнесенном высокой стеной, все происходит размеренно и спокойно. Люди сдержаны, немногословны. Звуки приглушены. В отличие от этого мира, страна чудес без тормозов, предельно активна. Там вы найдете и скорость, и насилие, и комизм ситуаций, и картины сумасшедших будней огромного мегаполиса. Этот мир существует в моем левом мозгу. И вот так писать, постоянно ныряя то в один из этих миров, то в другой, для меня или для механизма, управляющего моим сознанием, чрезвычайно уютное состояние. Когда мне сложно разобраться в себе, когда душа не на месте, я частенько подхожу к пианино и разучиваю инвенции Баха. Правда, очень неумело. Я одинаково напрягаю пальцы обеих рук, и, казалось бы, простая физическая нагрузка помогает восстановить утерянное душевное равновесие. Мне действительно становится легче. Сочиняя то конец света, то страну чудес, мне было почти так же легко. Вот такая шуточка, как русские смотрят на буддистов, если позволите. У буддистского храма встречаются два человека, один другого спрашивает, где ты пропадал? В лесу. Что ты там делал? Наблюдал, как растут деревья. Все суетишься. Если говорить серьезно, то в семье Харуки Мураками отец был филологом, преподавателем японского языка, а дед настоятелем буддийского храма. А сам Харуки Мураками очень часто упоминает имена русских писателей. Он вдохновляется Достоевским и ссылается на произведение Чехова. Давайте небольшую цитату послушаем. Довольно долго старик изучал меня, потом взял со стола одну скрепку, распрямил ее и принялся ковырять заусенцы вокруг ногтей. Точнее, вокруг одного ногтя на указательном пальце левой руки. А когда закончил, бросил изуродованную скрепку в пепельницу. И я подумал, что если мне все-таки грозит реинкарнация, меньше всего хотелось бы переродиться в канцелярскую скрепку. Слишком бездарно появиться на свет лишь за тем, чтобы какой-то старик потыкал тебя носом в свои заусенцы и потом бросил в пепельницу и забыл навсегда. Превосходный перевод востоковеда-писателя Дмитрия Коваленина. Смотрите, как этот роман звучит на русском языке. Когда я только появляюсь в городе в самом начале весны, звери бродят с короткой шерстью в самой разной масти. Черные, бурые, белые, ржевато-коричневые. Одни сплошного тона, другие с подпалинами. Бесшумно и бесцельно их пестрое стадо, словно ветром гонимое над землей, перекатывается по огромной долине с едва народившейся зеленью. Необычайно задумчивые и кроткие существа, с дыханием робким, как предрассветный туман. Без единого звука они щиплют траву, а когда надоедает, ложатся на землю, подогнув ноги, и ненадолго погружаются в сон. Заканчивается весна, проходит лето, и когда солнце скудеет, а первый осенний ветер гонит по реке беспокойную рябь, звери начинают менять свой облик. Золотые волоски появляются сперва отдельными пятнышками, как среди спящего сада вдруг ожившие не ко времени деревья. Еще пару дней они пробиваются сквозь старую шерсть, и, наконец, укутывают каждого зверя в чистое золото. Превращение занимает не больше недели, все стадо линяет одновременно. Через несколько дней каждый переливается искрами с головы до копыт. И однажды утром, когда солнце обращает в золото все, что можно, осень вступает в свои права, и только длинный рог, одиноко торчащий из каждого лба, остается белым, как снег. Своим хрупким изгибом он напоминает скорее осколок кости, что вспорол кожу, вылез наружу и так застыл навсегда. Если не считать белого рога и голубых глаз, звери теперь золотые с головы до копыт. Привыкая к новой шкуре, они мотают головами вверх-вниз, словно пытаются кончиком рога пронзить небосвод. А потом бредут всем стадом к реке, погружают ноги в студенную воду и, вытянувшие, лакомятся красными ягодами сосенних деревьев.